Компартия Российской Федерации Компартия Российской Федерации Я не встретил ни одного жителя Ульяновской области, который бы высказался в поддержку этой идеи. Кроме разве что ульяновского губернатора Сергея Ивановича Морозова, который не только отказался от встречи с Зюгановым для обсуждения этой проблемы 21 апреля, но и потребовал от него извиниться за жесткие высказывания по поводу внешней политики нашего правительства. В то же время значительная часть населения не осведомлена о том, что же все-таки будет в Ульяновске. При этом не только Ульяновская, но и центральная власть не желает вести об этом какие-либо разговоры. Суть вопросов, которые мне задают избиратели, можно было бы свести всего нас все к пяти. На них я и хотел бы остановиться в этом своем выступлении. Первый вопрос. Какие выгоды сулит нам учреждение базы? Сторонники базы говорят о некой экономической выгоде, о том, что ее развертывание позволит существенно расширить и модернизировать за деньги НАТО аэродром Ульяновской, даст новые рабочие места. Однако вот что говорит сторонник этого проекта, опытный экономист и политик, заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Андрей Аркадьевич Климов. Лично я бы не преувеличивал вот это слово «выгода». Я бы сказал так. Эта идея будет для нас неубыточной, потому что все необходимые компенсации россияне получат. Ни слова о выгоде нам не сказал и председатель правительства во время своего последнего выступления в Думе. Он заявил лаконично, цитирую, «все, что делается в этой сфере, полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации и нашего народа». Замечу следующее. Аэродром Ульяновска не так давно прошел модернизацию за счет российского бюджета, и запуская сюда НАТО, мы лишаем возможности эксплуатировать его в интересах российской армии. Он прекратит свое существование и как гражданский аэропорт. Далее сторонники утверждают, что с политической точки зрения открытие базы якобы сильнее привяжет НАТО к России и заставят его учитывать позицию России при решении многих международных ключевых вопросов. Однако убежден, что внешнеполитические последствия этого шага будут совершенно иными. После того, как мы впустим на свою территорию НАТОвские структуры, Россия уже не сможет критиковать Альянс за то, что его военная инфраструктура приближается к нашим границам. Нелепо будет смотреться и наши озабоченности в связи с тем, что Грузия и Украина мечтают пополнить ряды Альянса. Теперь наши соседи могут нам резонно заявить, почему вам можно, а нам нельзя. Вопрос второй. Что будет с суверенитетом России? Наш военный министр назвал это учреждение перевалочным пунктом. Председатель правительства площадкой подскока. Так вот, таких перевалочных пунктов и площадок по миру у НАТО несколько десятков. Правда, они называются немножко по-другому – тыловая логистическая база. И этот термин очень удачно прикрывает понятие военной базы, которая десятилетием являлась основой присутствия НАТО в мире. Специалисты называют это тыловой военной базой. Учреждение под Ульяновском ничем не будет отличаться от такой же базы МОНАСС в Киргизии, которая, по общему признанию, имеет именно статус временной таловой военной базы. Важно обратить внимание на то, что мы захотели открыть у себя иностранную военную базу как раз тогда, когда многие страны освобождаются от таких баз. Основной таловой район для войны в Афганистане – это на сегодня Пакистан. Он уже давно превратился для НАТО в огромную головную боль. Против структур НАТО здесь идет настоящая война, и почти каждую неделю приходят новости об уничтожении на дорогах Пакистана то автомобиля, то целой грузовой колонны. У меня вызывает удивление та простота и даже безразличие, с которой значительная часть российских политиков и чиновников относится к созданию в Ульяновске этой базы. Давайте представим себе ситуацию, при которой подобный перевалочный пункт, говоря словами Сердюкова, мы создавали бы на территории Соединенных Штатов Америки. Думаю, что представители американской власти, которые вели бы переговоры с Россией, не усидели бы в своих креслах и двух дней. Вопрос третий. Не может ли стать началом НАТОской бархатной оккупации передача авиабазы в Ульяновске Североатлантическому альянсу? Ведь речь идет о Центральной России, территории которой находится на Волге, в непосредственной близости от Москвы. Этот объект можно в кратчайшие сроки переоборудовать в полноценную военную базу. Нельзя исключать, что в России однажды может произойти обострение внутренней обстановки, и тогда Запад, используя свою ульяновскую опорную точку, может вмешаться в конфликт, то ли на стороне правительства, то ли на стороне оппозиции, как это имеет место в Сирии, как это было в целом в ряде других странах. Вопрос четвертый. Открываю базу НАТО в Ульяновске, не идем ли мы на дальнейшее осложнение отношений с исламским миром, в том числе с теми многочисленными жителями России, кто исповедует ислам. Еще в начале 2000-х годов, взяв на себя роль младшего партнера НАТО, мы фактически настроили Талибан против себя и превратили его в своего врага. Когда США уйдут из Афганистана, оставив после себя там кипящий исламский котел, талибы двинутся в Среднюю Азию и могут бросить серьезный вызов России. Существующие обострения отношений США с Ираном могут привести к широкомасштабной войне. В этих условиях не следует забывать о неоднократных заявлениях иранского руководства о нанесении в этом случае ответных ракетных ударов не только по НАТОвским войскам, но и по их пособникам. Далее ульяновский народ спрашивает, не станет ли Ульяновск территорией привлекательной для российских террористов всех мастей, которые исповедуют антиамериканизм. Вопрос пятый. НАТОвская операция в Афганистане уже привела к тому, что нашу страну заполонил афганский героин. Теперь НАТОвцы могут напрямую поставлять наркотики через ульяновскую базу. Ни для кого не секрет, что Североатлантический альянс использует базу в Косово для подсаживания на афганскую иглу Европы и киргизскую базу МОНАСС для поставки героина в Россию, а также на постсоветское пространство. Нам говорят, что преградой наркотикам будет таможня. Но по данным ФСКН, до 70% наркотиков поступает к нам из-за рубежа. И, разумеется, все через таможню. Причем в основном из Афганистана, где производство опиума в прошлом году выросло аж на 61%. Это же надо куда-то сбывать. Я полагаю, что решать вопрос о создании базы должно население России и хотя бы Ульяновской области путем проведения референдума. Однако до его проведения правительство, разумеется, должно четко ответить на поставленные вопросы. Для этого надлежало бы провести конференции, парламентские слушания, дебаты на телевидении, организовать выступления компетентных специалистов в средствах массовой информации. Спасибо за внимание.